Всем привет! Вот хочу рассказать вам о Константине Бальмонте. Родился он в 1867 году в июне в Владимирской губернии, был третьим из семерых сыновей, говорят, что дедушка его был морским офицером, известным человеком, председателем уездной земской управы. Мать Вера Николаевна, урожденная Лебедева, происходила из семьи полковника, любила литературу, занималась ей профессионально, скорее всего, она оказала сильное влияние на мировоззрение будущего поэта. Уже в возрасте 10 лет Бальмонт начал писать стихи. Из седьмого класса был вынужден уйти из-за принадлежности нелегальному кружку, который состоял из гимназистов и занимался тем, что печатал и распространял в городе Шуя прокламации Исполнительного комитета партии народного воля. В 1885 году состоялся его литературный дебют, писал три стихотворения, которые были напечатаны в петербургском журнале. Здесь же он знакомится с Короленко, затем поступает в 1886 году на юридический факультет Московского университета, сближается с революционерами. В 1889 году женится на Ларисе Михайловне Горелиной. Горелина была дочь шуйского фабриканта, говорят, что красивая барышня путичелеского типа. Мать знакомству способствовавшая, а вот противилась Жениве, но юноша был непреклонен. Говорят, что Горелина была неврастеническая натура, являла Бальмонту любовь в демоническом улике, даже дьявольском мучила ревностью. Говорят, что именно эта связь с Горелиной подтолкнула Бальмонта в попытки самоубийства. В 1890 году он вырослся из окна, и хромота осталась у него на всю жизнь. Все же он развелся с Горелиной. Первый ребенок родился в браке и умер. Второй сын, Николай, впоследствии страдал нервными расстройствами. Ну, Горелина, разойдясь поэтом, вышла замуж за журналиста Эдельгарта и мирно прожила с ним много лет. Ее дочь от этого брака, Анна Николаевна Эдельгард, стала второй женой Николая Гумилева. Вторая же жена поэта, Екатерина Алексеевна Андреева-Бальмонт, родственница известных московских издателей Собашниковых, происходила из богатой купеческой семьи. Современники отмечают внешнюю привлекательность, стройность, красоту молодой женщины. Супруги осуществляли немало совместных переводов. В частности, они переводили Герхота Гауптмана и Ода Нансена. Родилась дочь Ника, Ника Константиновна Бальмонт. Она умерла в Москве. В 1989 году Бальмонт посвятила изборник фейные сказки. В 1900-х годах в Париже Бальмонт познакомился с Еленой Константиновной Цветковской, дочью генерала Цветковского, студенткой математической факультета. И вот так вот он жил между семьей и Цветковской. Уезжал с Еленой, приезжал в семью. Так, в 1905 году они уехали на три месяца в Мексику с этой Еленой Цветковской. В 1907 году у Цветковской родилась дочь, которую назвали Мира. Вот эти вот постоянные терзания, это постоянные колебания между семьей и новой женщиной, опять привели к срыву. В 1909 году он совершил новую попытку самоубийства. Опять выбросился из окна. Ну, а уцелел. Вот везет мужику, да? Бальмонт жил с Цветковской и Мирой, приезжая от времени в Москву к Андреевой и дочери Нине. Из России Бальмонт эмигрировал с третьей гражданской женой Цветковской и дочерью Мирой. Но с Андреевой не прервал дружеских отношений. В Париже он познакомился с княгиней Дагмар Шаховской. Писал «Одна из близких мне дорогих полушведка, полуполька, княгиня Дагмар Шаховская, урожденная баронесса Лилия Элфент, обрусевшая, неоднажды напевала мне эстонские песни». Вот так он писал. Шаховская родила в Бальмонту двух детей Георгия. Это личная жизнь. Ну, вот как бы теперь основная история. В 1890 году он опубликовал первый сборник. В 1890-е годы активно переводил немецких и французских авторов. В 1895 году познакомился с Юргисом Балтрушайтисом. Это знакомство постепенно перешло в дружбу. Продолжалось много лет. За свою жизнь посетил очень много стран. Францию, Голландию, Испанию, Италию, Египет, Мексику. Примал участие в студенческой демонстрации. Притиковал кровавый террор в России и Николая II. По постановлению особого совещания поэт был выслан в Натербург на три года, лишившись права проживания в столичных университетских городах. В своем стихотворении он писал у Николая II. Наш царь Мукден, наш царь Цусима, наш царь кровавое пятно, зловонье пороха и дыма, в котором разуму темно. Наш царь убожество слепое, тюрьма и кнут под суд расстрел. Царь висельник, тем низкий вдвое, что обещал, но дать не смел. Он трус, он чувствует запинкой, но будет, сейчас расплаты ждет. Кто начал царствовать ходынкой, тот кончит, став на эшафот. Ну, понятно, что за такое, в общем, стихотворение ему его и выслали. Путешествовав он, приехал в Россию, вернулся, принял активное участие в политической жизни, сотрудничествовал с Горьким в газете «Новая жизнь» и парижским журналом «Красное знамя». Потом опять уезжал в Париж, опять приезжал в Россию, бывал в Южной Африке, Австралии, Новой Зеландии, Полинезии. В 1913 году возвратился в Москву, на Брестском вокзале Москвы ему была устроена торжественная общественная встреча. Затем опять Париж, Франция. На некоторое время он уехал в Англию, в 16-м году был в Японии. После того, как он возвратился в Россию, а это было в районе 16-го года, Бальмон приветствовал февральскую революцию, начал сотрудничать в Обществе пролетарских искусств, но вскоре разочаровался в новой власти и присоединился к партии кадетов, требовавшей продолжения войны до победного конца. В начальстве, который был наркомом просвещения, дал ему разрешение временно выехать за границу в командировку вместе с женой, дочерью и дальней родственницей Ивановой Бальмонт. 25 мая 1920 года он покинул навсегда Россию и переехал во Францию. Жил в Париже, в Бордо, в Британии. Там писал недвухсмысленные стихотворения о том, что русский народ воистину устал от своих злополучий и главное от бессовестной, бесконечной лжи немилосердных злых правителей. Так писал он в 1921 году. А в 1923 году вместе с Горьким и Буниным был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. В 1932 году стало ясно, что он страдает серьезными психическими заболеваниями. Попал в клинику. В 1936 году парижские русские литераторы отметили его 50-летие. Творческим вечером собрали средства в помощь больному поэту. Среди этих поэтов были представители русской культуры Шмелев, Алданов, Бунин, Рахманинов, Зайцев, Бенуа, Гречанинов. С этого времени уже ничего не писал, а жили в маленькой квартирке в Нуазе-Легран под Парижем. Попеременно он пребывал то в доме презрения для русских, которых содержала Кузьмина Караваева, то в дешевой мебелированной квартире. Говорят, что в часы просветления, когда душевная болезнь отступала, Бальмонт открывал том войны и мира или же перечитывал свои старые книги. В 1942 году скончался от воспаления Лёйки. Ну вот такая вот жизнь у поэта. Много после себя он оставил стихотворений, интересных, интересные слова, интересные стихи. Вот хотел бы вам немножко почитать. Первое стихотворение называется «Я знал». Перевод Лохацкий. «Я знал, что однажды тебя увидев, я буду любить тебя вечно. Из женственных женщин богиню избрав, я жду и люблю бесконечно. Если обманна, как всюду любовь, любовью мы усладимся. Если с тобой мы встретимся вновь, мы снова чужими простимся. А в час преступления, улыбок и сна я буду, ты будешь далёко. В стране, что для нас навсегда создана, где нет ни любви, ни порога». Следующее стихотворение называется «Я буду ждать». «Я буду ждать тебя мучительно. Я буду ждать тебя года. Ты манишь сладко исключительно. Ты обещаешь навсегда. Ты вся безмолвие несчастья. Случайный свет по мгле земной. Твоей неизъяснённость сладострасти Ещё не познанного мной. Свою усмешкой вечно кроткой, Лицом всегда склонённым вниз, Своей неровной походкой Крылатых, но неходких птиц. Ты будешь чувства тайно спящие. И знаю, не затмит слеза Твои куда-то прочь глядящие Твои неверные глаза. Не знаю, хочешь ли ты радости, Куста кустам, прыгнув ко мне. Но я не знаю высшей сладости, Как быть с тобой наедине. Не знаю, смерть ли ты нежданная Или нерождённая звезда. Но буду ждать тебе желанное. Я буду ждать тебя всегда. Красиво стихотворение. Красиво. Следующие слова любви. Слова любви, несказанной вною. Мои души горят и жгут меня. О, если б ты была речной волною. О, если б я был первой вспышкой дня. Чтоб я скользнув чуть видимым сиянием. В тебя проник дробящейся мечтой. Чтоб ты моим блеснов очарованием Жила своей подвижной красотой. Все слилось тогда в одно. Лучезарное звено. Как-то странно, как-то вдруг Все замкнулось в яркий круг. Над прозрачной мглой земли Небеса произнесли. Изменяясь едва незабвенные слова. Море пило любви, говоря, живи, живи. Но хоть вспыхнув в сердце свет Отвечало сердце. Нет. Но вот еще сотворение. Ты шелестневного листка Ты вечер, шепчу краткой Ты свет, бросаемый лампадкой Где брежет сладкая тоска Мне чудится, что я когда-то Тебя видал, с тобою был Когда я сердцем-то любил Чем больше нет возврата Мало криков Нужно стройно гармонически рыдать Надо действовать спокойно И красивый лик создать Мало искренних мучений Ты же в мире не один Если ты разумный гений Дай нам чудо звонких льдин Силой мирного страдания Дай нам храмы из-за льда И тогда твои рыдания Мы полюбим навсегда Интересных створений Она отдалась без упрека Она целовала без слов Как темное море глубоко Как дышит края облаков Она не твердила не надо Обетов она не ждала Как сладостно дышит прохлада Как тает вечерняя мгла Она не страшилась возмездия Она не боялась утрат Как сказочно светит созвездие Как звезды бессмертно горят Еще интересная история Я изысканность русской медлительной речи Предо мной другие поэты предтечи Я впервые открыл в этой речи уклоны Перепевные, гневные, нежные звоны Я внезапный излом Я играющий грому Я прозрачный ручей Я для всех геничей Переплеск многопенный Разорванно слитный Самоцветные камни земли Самобытные Переклички лесные Зеленого мая Все пойму Все возьму У других отнимая Вечно юный Как сон Силен тем Что влюблен И в себя И в других Я Изысканность их Хочу быть дерзким Хочу быть смелым Из сочной гроздь И венки свивать Хочу и питься роскошным телом Хочу одежду с тебя сорвать Хочу я зноя Атласной груди Мы два желания в одно сольем Уйдите боги Уйдите люди Мы сладко с нею Побыть твоем Пулюсь завтра У мрак и холод Сегодня сердце Отдам и лучу Я буду счастлив Я буду молод Я буду дерзок Я так хочу И в завершение Хочу прочитать Некоторые афоризмы От Константина Бальмонта К примеру Я ненавижу человечество Я от него Бегу спеша Мое единственное Отечество Моя пустынная душа По-моему красиво Человек есть солнце Его чувства Его планета Я ненавижу всех святых Они боятся мучительно О жалких помыслах своих Себя спасает исключительно Нужно ничего Пусть так Но я пойду вперед Без колебания И в знойный день И в ночь И в холод И в грозу Хочу я усладить Хоть чье-нибудь страдание Хочу я Отереть Хоть и одну слезу Вот тоже интересно Полюбив Мы умираем Как красиво, да? Ум не что иной Как хорошо организованная Система знаний Есть поцелуи Как сны свободные Блаженно яркие До иступления Есть поцелуи Как снег холодный Есть поцелуи Как оскорбление Ну вот Я хотел бы закончить Маленький рассказик О поэте Константине Бальмонте Ну собственно говоря Вот и все Все пока Всем привет До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok